В Ростовской области сегодня начался суд по существу над наводчицей украинского карательного батальона Айдар Надежды Савченко. Помимо прочего, её обвиняют в убийстве наших коллег, журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Приговор ей может быть вынесен уже в ноябре, а сегодня на суде стали известны новые обстоятельства. Например, по мнению прокуратуры, убийствами мирных людей Савченко занималась из ненависти к жителям Донбасса. Репортаж Вероники Богмы. Пока оглашалось обвинительное заключение, она крутила в руках бумагу. Возможно, оригами. Возможно, чтобы успокоить нервы. При этом старалась выдавить улыбку, демонстрируя скептическое отношение к словам прокурора. Вероно сейчас не знаете? Не узнаю. Знаешь, что написано? Брыхня. Не узнаю. Всё, что написано враньё. По мнению обвинения, действия украинской военнослужащей и её пособников были направлены на уничтожение гражданского населения самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Огонь, который корректировала Савченко, находясь на 40-метровой вышке связи, заведомо вёлся по людям, не имеющим внешних признаков принадлежности к участию в вооружённом конфликте. Среди них оказались российские журналисты, снимавшие репортаж об эвакуации мирных жителей в районе поста ГАИ близ посёлка Металист. Все детали по минутам восстановлены свидетелями и экспертами. Савченко осознавала свои действия и их последствия. Находясь в отпуске, она по собственной инициативе прибыла в расположении воинской части в районе города Счастье Луганской области в батальон Айдар под командованием Сергея Минничука с целью участия в вооружённых столкновениях. Обвиняемая вступила в предварительный сговор с Минничуком и другими неустановленными лицами из числа вынослужащих с целью убийств, в том числе и лиц, не участвующих в вооружённом конфликте путём их обстрела из артиллерийских орудий Гаубиц Д-30. Время обстрела между 11 и 12 часами 17 июня прошлого года. Применялись орудия неизбирательного действия, а значит и количество жертв было непредсказуемым. Было сделано не менее шести залпов, из которых первые были пристрельные, остальные попали в цель. В суде Надежда Савченко была в одежде с национальными орнаментами и говорила почти всегда по-украински, что каждый раз требовала перевода и таким образом затягивала заседание. Хотя с адвокатами говорила по-русски, они её прекрасно понимали. Генконсул Украины в Ростове-на-Дону в интервью российским СМИ отказывает, но сегодня сделал исключение. Отозвался об условиях содержания Савченко в новочеркасском СИЗО. На разе претензий по содержанию Надежды Савченко в СИЗО нет. Ещё до начала процесса националисты сделали из арестованной в России Савченко героиню. Задним числом заочно её избрали депутатом Верховной Рады, потом провели депутатом ПАСЕ. И теперь защита пытается всячески этим статусом воспользоваться. Настаивает на иммунитете Савченко. И всё-таки она будет давать показания. Утром выразила готовность делать это с привлечением детектора лжи. Ближе к вечеру адвокаты заявили ходатайство об использовании другой аппаратуры. Например, проектора с подробной картой места трагедии, чтобы их подзащитной было проще ориентироваться. В случае, если суд признает вину Надежды Савченко доказанной, ей грозит до 25 лет лишения свободы. Предстоит рассмотреть 39 томов уголовного дела. Допросить потерпевших, экспертов, десятки свидетелей, в том числе и таких, чьи имена засекречены. Можно сказать, что сегодня процесс только начался. Вероника Богма, Александр Медведев, Константин Морозов, Владимир Миняйлов и Владимир Шимаков. Вести Ростовская область.